Беларусь разгадала замыслы Запада и если будет бороться за что-то, то только на своей земле. Об этом сегодня заявил президент на церемонии вручения государственных наград и погонов высшего офицерского и начальствующего состава. Во Дворец независимости традиционно пригласили представителей разных профессий, но в преддверии 8 марта особенно много в зале женщин, которым приходится совмещать работу и заботу о доме и семье. Спортсменки, артистки и многодетные мамы, чей труд отмечен особым орденом. Новые звездочки, как принято говорить, легли на плечи офицеров, им присвоены очередные воинские звания. И, как подчеркнет президент, нет более почетной профессии, чем защищать родину, служить стране и народу. И даже в праздничные дни приходится говорить о защите от угроз самого разного толка. Что поделать? Такова обстановка вокруг Беларуси. Времена непростые. Вы видите, со всех сторон тут нас пытаются не просто уже укусить, на злобу, коль военные здесь, можно сказать. Мы все видим. Мы разгадали их замыслы. Поэтому вы, читая всякие там каналы, письма, которые вам присылают, прочитали и забыли. Вы должны знать, что самое ценное для меня, как президента, это вы и ваши дети. Я знаю, что такое дети. Я знаю, что эти дети должны жить в мирной стране и под мирным светлым небом. Вы видите, что нас просто хотят затолкать в войну на Украине специально, чтобы мы оголили остальные наши границы. А потом с вами разберутся быстро. Мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них – разобраться с Россией и с нами заодно. Чтобы потом опять не начинать, как в августе 2020 года, а вдруг устоят, выстоят и так далее. Мы разгадали их замыслы. Не просто разгадали, мы имеем достаточно для этого информации. Поэтому я совершенно откровенно, недавно перед всем народом, повесив карту, рассказал и показал, где находятся вооруженные силы и так далее и тому подобное. Но фейков вокруг нашей страны, вранья будет еще предостаточно. Еще раз повторяю, мы знаем, чего они хотят. Мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле. В этом вы можете не сомневаться. Президент подчеркнул, что Минск не хочет ни скандалов, ни войн. И вновь призвал относиться к происходящему максимально спокойно, ведь Беларусь – мирная страна.